ну вот алиса как всегда пришла поваляться что такое от меня пахнет я им раздавал жир и от меня им пахнет так именно по этой причине меня можно чуть полизать не руки так обычно алиса руки не лежит она не собака такого нет да да и покусать меня можно но совсем чуть-чуть вот только на пятый год жизни алиса поняла что такое чем прелесть дивана и что сюда надо приходить чтобы валяться до этого такого не было поэтому настроение у нее пассивная и она очень дружественно относится ко всем может валяться даже дома переночевать да 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 до этого такие эксперименты кончались очень плохо например съеденным душем в ванной и да 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 погрызанными шторами сейчас другое дело алиса отличное настроение она за того что привезли собак в рент временно они с не выходят в разное время гулять но собаки подбегают и вольеру она пытается через вольер на них охотиться много видео нее обгавкивают что это же безумно нравится а потом когда выбегает алиса на их ждет около сарая спит рядом с сараем соответственно дразнит ну то есть собакам это тоже очень нравится потому что собак я когда завожу в сарай они уже встают на задние лапы там на все тумбочки смотрят в окна где же леса то есть я еще не ушел они уже этим занимаются то есть у них такое двойное двойная радость у собак радость потому что они обгавкивают лесу в лес и радость то что она соответственно охотиться за собаками то вот и последние дни у нас проходит примерно следующим образом то есть алиса ночью в вольере дальше утром я вывожу собак собаки гуляют где-то час алиса пока что смотрит в вольере но они не особо не бегают потом собак загоняю потом алисин алисе на время она бегает все смотрят нычки обязательно подбегает к собакам там минут двадцать с ними потусит они на нее погавкают она попрыгает на дверь вот это обязательное ритуал обязательная процедура дальше алиса идет спать дневной сон все она вот ищет место как сейчас приходит ложится спать это вот глажка и сон и соответственно последнее время очень любит то есть нормное такое существование то есть залезать куда-нибудь под подушки залезать соответственно там куда-нибудь под одеяло под диванчики что такое тебе не нравится когда я тебе вот тут штаны чешу кстати обратите внимание что алисы вот тут где штаны тут тройной мех наверное то есть вот это место покажи ладно вот тут это вот задний окорочок он весь покрыт таким войлоком очень и очень толстым то есть вот это вот все я вот хватаю я хватаю именно мех то есть так как лиса спит получается на земле либо на снегу либо там в если она в наряду наверно это легче потому что плюс 10 градусов там 11 вот это вот вся часть на которой она в принципе опирается спит она очень очень толстая то есть ее трудно намочить вот это все это мех вот я сейчас беру я даже продавить его не могу это все это большой-большой такой как кусок войлока и так давайте посмотрим прошло буквально 30 минут как алиса залезла во свою нору и что же она делает конечно она лежит мушнику и караулит собак которых сидят в сарае алиса мне так кажется что ты просто какая-то лиса наоборот обычно собаки лис караулят ловят а ты тут решила по-другому пойти пути что-то ну может обратно на диван но сейчас конечно тепло на улице обратите внимание как лиса сидит точнее скрутилась баранкой ее лапы лежат на хвосте то есть она лапами не лежит на снегу она вот умненькая она лежит лапами на хвосте ну там моя любимая лискина погода когда идет снег не знаю почему но и нравится ходить следов наверное нету она ходит делает новые тропы проверяется вот пожалуйста проверка пометила там ночничка и с мордой вот еще одна такая дневная проверка надо все пройти все в хаме проверьте ей как же я барыня внимание на меня обращать не нужно заниматься своими делами там крыса было и ни одна пока лица всех не извела так тут что то есть помеченная территория идем дальше только что сидела на кормушке сверху интересный вид сидит значит сначала стоял около кормушки туда дятел подлетел и сразу же отлетел но потому что увидел лесу и она какая не поняла и залезла сверху на кормушку свесила свой хвост и минут десять сидела я за тобой не хожу я хожу по своей дороге занята я весь день собаки спят алиса входит все надо ей все везде посмотреть ну правильно тот же территория небольшая у тебя как у девочки 5 квадратных километров должна быть территория и за это время надо ее все обойти везде найти когда ходят лисы они знают что вы тут мыши живут вот тут рябина растет тут можно с рябины это такого поесть ягод которые упали вот тут например дальше птицы ночуют потому что тут высокая трава и она так ходят целый день и дневной обход всей своей территории она сюда зайдет туда зайдет там отдохнет и особенно ночью охотиться то есть днем сон обеденное время вот она сейчас только после сна поэтому капризничает хотя она всегда капризничает в это время года села поняла что говорят о ее высочестве и села слушать что же такое умное я скажу ну что на камне все твои камни занесли снегом давай я подойду к тебе давай да да расскажешь мешаюсь хожу за тобой не даю проверять нычки да ну чё же делать а видела как сегодня макс твое мясо нашел и съел да это он был давай давай лапки ну что белка имитатора вдвое из ларца один один возмущающийся пойдемте пойдем алиса да белый пошли 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 белый пошли сейчас же ел орехи как алиса прям да пойдем алиса знает где есть орехи хорошее место то есть полноценный завтрак мясо каша у животных орехи все давай вот твоя порция еще это алисе белый иди сюда белому тоже орехов дать тоже любитель научился же и раскусывать научился и есть научился вот твоя порция пожалуйста